Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу ответить на один единственный вопрос. Вопрос, который был задан в интернете. Человек спрашивает, что такое контракт на бессознательном уровне? Могу ли я привести пример, чтобы человек понял, что это такое, насколько это безопасно, либо опасно для жизни человека? Я подумала и решила, я уже про контракт на бессознательном уровне говорила ранее, и решила конкретно с примером, благо есть наконец-то простой пример, привести, что такое контракт на бессознательном уровне. Смотрите, в данном случае речь пойдет о работе с подсознанием человека на расстоянии. То есть расстояние не имеет значения, это будет техника влияния. Техники влияния на самом деле бывают разные, бывают по энергетике. Ну, грубо говоря, все техники влияния, абсолютно все, можно разделить на два типа. Психофизические и психические. Физические убираем. Для нас важны психофизические, то, что связано с психикой, и физические. Психофизические – это техники, которые связаны, например, с работой на периферийном зрении, с гипнозом и так далее. Когда мы напрямую совершаем какое-то действие физическое, да, и оно влияет на психическую, психологическую реакцию человека, да, психофизическое воздействие. А есть психическое воздействие, когда мы вроде бы никаких действий не совершаем, но у человека идет влияние на его психическое состояние и на принимаемое им решение. Например, тот же самый ментальный гипноз, мы уже можно относить к психическим воздействиям, да. Что такое контракт на бессознательном уровне? Я приведу пример, продолжают писать. Я приведу пример. Вот человек вечером, 21.03, я получаю сообщение. Добрый вечер, Наталья. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я, в общем, муж, жене, конфликт, встреча у нотариуса, пишет, что считаю мое присутствие у нотариуса нецелесообразным. И дальше речь идет о судебных делах. 21.03. Звонит жена и говорит, ну, человек избегает встреч, как-то с ним надо встретиться, как-то надо пообщаться. Понимаете, если вникать в суть и влиять на принимаемое им решение глобально, да, это уже другая тема, это достаточно сложная тема, там надо будет разруливать ситуации. Зачем сложилась ситуация? Вторичные выгоды обоих, обучающие уроки обоих, что можно изменить так, чтобы не навредить бессознательному и так далее. Там очень много моментов. Но достаточно бросить один контракт на бессознательном уровне человеку на совершение элементарного физического действия. Это физическое действие не влияет на решение человека, но ему надо прибыть для того, чтобы поговорить. Так он прячется, да, а так ему надо прибыть. Вот в 21.03 ведется работа, делается контракт. И где у нас тут следующее сообщение? В 9.22 утра, следующее сообщение, я могу прибыть к нотариусу через 5 минут. Он прибывает к нотариусу. Вот это контракт на бессознательном уровне. Когда мы вклиниваемся в причинно-следственные связи, формируем новую, которая нам нужна, и человек, ну, большинство людей, как в матрице же, спят, они ходят, тела передвигаются, но мозг при этом мало кто включает. И человек, просто совершая действие, он приходит. Дальше ведется договор. Вроде как на принимаемое им решение это не особо отразилось, да? Но при этом он уже не прячется. Какой-то силовой потенциал свой он проявил. На самом деле это самый простой из контрактов, который мог быть, который удивительным образом сработал. Обычно серьёзные вещи так быстро не срабатывают, и всё это значительно сложнее. Но суть о том, что есть определённые техники влияния на подсознание человека. И в этих техниках нельзя на бессознательном уровне заставить делать что-то человека, что ему невыгодно. То есть для его бессознательного в любом случае это будет выгодно. Причём это выгодно, мы умом можем оценивать выгодно это что? Это когда он приобрёл, но мы не считаем выгодно, когда он потерял. А для бессознательного потеря может быть куда более выгоднее, чем приобретение. Понимаете? И таких случаев очень много. И вот в контрактах на бессознательном уровне мы выстраиваем дополнительные, осознанно выстраиваем дополнительные причинно-следственные связи, которые влияют на событийный ряд. И события корректируются и развиваются в ту сторону, в которую как бы нам хотелось. Но видите ли, какое здесь дело? Мы знаем точку А, где мы сейчас находимся, и мы знаем точку Б, туда, куда мы хотим прибыть. Всё остальное мы не можем взять умом. Мы можем придумывать себе всё, что угодно, пока мы вот так общаемся в активном режиме, рассказываем, как я там что-то сделаю, что-то встрою, что-то повлияю, где-то заставлю и так далее. Но когда мы входим в изменённое состояние сознания и выходим вот в этих состояниях работы на общение с бессознательным, работа будет вестись, когда включён в работу весь мозг и постоянно меняются режимы между альфа и тета. То есть там будут и образы, и съём информации, и образы, и съём информации. Постоянные переключения достаточно сложно удерживать осознанно. В этих состояниях это всё тренируется. Этим, по сути дела, мы и занимаемся, когда обучаемся. Это всё тренировки. И мы учимся слушать бессознательно другого человека. Мы учимся слушать его вторичные выгоды. Мы учимся слушать, принимать человека таким, какой он есть, без критики, без осуждения, без ничего. И мы учимся встраивать свои хотелки в хотелки Вселенной. После этого принимать решения, заключать новые причинно-следственные связи, встраивать их. Для того, чтобы видеть отражение в жизни, расставлять маркеры, совершать определённые действия, это всё целый большой блок обучения. И мы учимся не присваивать себе результаты Бога, работы Бога. Потому что всё, что дальше, здесь мы только точку Б задали, то, что мы захотели, и то, что мы, в принципе, внутри у себя позволили себе, и то, что позволило бессознательное второго человека в режиме вин-вин, выиграл-выиграл. И дальше мы учимся принимать и доверять работе Бога. Тема большая, тема очень глубокая, действительно, для прокаченных юзеров и для тех, кто реально тренируется в области моделирования событий, и тех, кто тренирует интуицию. Потому что всё, что касается снятия информации, это очень большая тема, которая тоже подлежит тренировке. Но то, что я сегодня хотела сказать, вот я привела конкретный пример, влиять можно на любой событийный ряд. Но не все хотелки мы можем вот просто взять и закинуть. Везде есть свои правила, везде есть свои ограничения, везде есть уважительное отношение к миру. И здесь ещё один момент такой, который страшит людей, которые пытаются заниматься техниками на бессознательном уровне, это откаты, что они будут влиять на человека, и им за это придёт. Мы же не спрашиваем разрешение, хочет он прийти к нотариусу или не хочет. Мы просто влияем, и он приходит. Дело в том, что всё, что касается откатов и всё, что касается взаимодействия с законом свободы выбора. Здесь большая, очень сложная тема, потому что всё зависит от того, где находится ваша точка сборки, восприятие, и насколько вы осознанны в данный момент, и насколько вы гармоничны в данный момент, и насколько гармонично вы всё встраиваете в причинно-следственные связи, которые есть в проявленном мире и в непроявленном, уже имеющейся в причинно-следственной связи. Однозначного ответа здесь никогда не дашь. Но мы будем учиться двигать точку сборки туда, где мир максимально стремится к 100% к тому, чтобы быть субъектом вашей реальности. Это значит, что и ответственность, и карма, и закон свободы выбора и так далее, это всего лишь программы, которые являются продуктом вашей психики. Наверное, больше не скажу сегодня. И примеров не приведу, ребят. Потому что, вот слава богу, что у меня есть вот этот вот пример. Можно было ещё там один пример попробовать привести по недвижимости. Может быть, я придумаю какое-нибудь видео, вот чтобы от начала и до конца выложить, как это работает. Но я пока не придумала то, что можно выдать в открытый эфир. Пока всё. Если есть вопросы, задавайте мне лично. В интернете есть мой личный телефон. Вайбер, ватсап доступны. Если вам эта тема важна, интересно, вы не страдаете шизофренией, пожалуйста, отвечу на любые ваши вопросы. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова